Малая теорема Ферма и всевозможная задача о делимости абсолютно напрямую связаны с, казалось бы, не такой сложной задачей, вопросом о делении уголков. Написано 2 разделить на 7. Ну, посмотрите, 2 меньше 7, поэтому 0 целых, 2 раза мы читаем 7, 14, то есть получаем 6, приписываем 0, 60, значит 8, 56, 5, 35, 49, 7, 28, получилась двойка. Ну, здесь вот это скокочилось, но очевидно, что если мы начнем с этой двойки, то процесс пойдет ровно так же, и значит мы получили дробь периодическую с периодом 6, периодом 2 на 6. Сразу выдам тайм, если вы разделите 999 тысяч, 999 на 7, то получите такой ответ. И 1 седьмая, это как раз и есть 0 целых, и вот такие 6 цифр в периоде. Почему, мы скоро поймем, но давайте сначала обсудим еще несколько числа, например. Так, что здесь написано? 13, 64. 64 это степень двойки, это 2 в шестой степени. Поэтому домножим числитель и знаменатель на 5 в шестой степени, внизу получим миллион, вверху, ну, какое там число, 203, 125, и значит 13, 64 это конечная десятичная дробь. Другой пример, более простой, 3 сороковых, здесь домножили на 25, получили тысячные, 75 тысячных. Ну, уж совсем смешной, 7 тридцать пятых, сократимая дробь, здесь, если бы пытались домножить, ничего бы не получилось, потому что знаменатель делится на 7, и никакой степени десятки не получишь. Но из-за того, что сократилось, это 1 пятое, то есть 2 десятых. Мораль, конечная десятичная дробь, это та, которая при записи в дискративном виде в знаменателе имеет только двойки и пятерки. Это какая-то степень числа 2 в знаменателе умножить на степень числа 5. Еще одно очень важное вычисление. 3 четырнадцатых. Смотрите, в знаменателе 2 умножить на 7. С семеркой, указанно, мы умеем разбираться, а вот давайте посмотрим, как это будет. Запишем так, 3 это 30 разделить на 10. Разделить на 10, это значит перенести запятую на один знак. 30 четырнадцатых, это 15 седьмых, и здесь уже в знаменателе нет двойки и пятерки. 15 седьмых, это 2 плюс 1 седьмая. Получается ответ. 3 четырнадцатых, это 0 целых 2 десятых. И дальше идет 1, 4, 2, 8, 5, 7 в периоде. Называется периодическая дробь, но с предпериодом. Не чисто периодическая, как было здесь, когда у нас сразу начался период и пошел, 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 пошел. А сначала идет предпериод. Так, ну и еще два слова. Очевидно, что вот это вот зацикливание происходит все-таки достаточно быстро. Потому что, смотрите, если здесь у нас стоит число 7, то разных остатков отделения на 7, 6 штук максимум. Здесь они все 6 появились, и период длины 6. Но больше не могло быть. Значит, если вы делите на число n, то длина периода, ну, кстати, даже вместе с предпериодом, не будет больше, чем n-1. Потому что вариантов ненулевых остатков... Если нулевой остаток получится, то это вот такой случай, когда знаменатель, на самом деле, было произведение степени 2 на степени 5. Да, какими-то десятоковыми. А вот если нулевой никогда не получился, то значит, и делили до n. Значит, больше, чем n-1 разных остатков не отливают. Хорошо. Теперь внимательнее посмотрим на случай 7. Дроби 1 седьмая, 2 седьмых и так далее, 6 седьмых, получаются, что называется, прокрутки. То есть, вот, если начинать в двойке, 2, 8, 5, 7, здесь 2, 8, 5, 7, 1, 4. Только по кругу. Это на самом деле вовсе не всегда. Если мы возьмем... Вот у меня здесь посчитан пример. Если мы возьмем число 41, то мы вдруг обнаружим, что 1, 41, это 0 целых, а дальше период такой, 0, 2, 4, 3, 9. То есть, эффект вовсе не такой, как для семерки. Если бы это для семерки, то период был бы длины 40. Вот такого ничего нет. И когда вы будете делить единицу на 41, а создать поделим. Сколько нам надо здесь? 2, 18, приписываем нолик. Сколько здесь надо? 4. 4. 164, получается 16, приписываем нолик. 3. Сколько? 3. По 3. 123, 369, и здесь получился 1. Вот, подоциклялось. Значит, действительно, бенил будет такой. А что это за числа? 10, 18. Давайте посмотрим аккуратно. Единица, 10, а дальше здесь было 18. Что было после 18? 16, 16, 37, и единица. Вообще-то, это просто умножение на 10, и каждый раз взятие остатка от деления на 41. Собственно, в этом ничего нет удивительного, потому что мы здесь действительно каждый раз делили на 41, и каждый раз получили остаток. Вот. Но, поскольку мы уже знаем малую теорию Ферма, это совершенно замечательно, потому что там такие же циклы были. Вот здесь цикл длины 5, и, между прочим, если вы посмотрите на все остатки от деления на 41, их 40 штук, то получается, что таких циклов будет 8 штук. 8 разных циклов. И вот здесь вот был один цикл, а там 8. Так вот, давайте введем такую функцию. Показатель числа 10 по интересующему нас 0. Давайте обозначим эту функцию L. Ну, L десятый, естественно. Хотя мы пропускали, просто сказать L. Вот N. Это наименьшее такое число, наименьшее такое показатель, что 10 в степени вот это самое число минус 1 делится на N. Оказывается, ну, N число взаимно простое с двойкой и петлю. Оказывается, что это и будет длина наименьшего периода. Сейчас нужно все это насуждить, доказать. И, кстати, вообще, мы, конечно, доказали, что период всегда существует, просто разглядывая деление уголков. Но, вот, вот, было тренинг уголков. Но, все-таки, надо понять, откуда берется вот это вот 10 в степени и откуда берется вот этот эффект. Это очень легко понять. Смотрите, когда вы давайте зайдем с обратного, возьмем какую-нибудь дробь, ну, я не знаю, скажем, 0,173,173,173,173 и так далее, и так далее, и так далее. Обозначим это число 0,173,173,173 и так далее, то есть 173 плюс x. Значит, получаем, что 999 x это 173. Значит, x это 173, 999. Вот откуда появляются эти девятки. Разумеется, совершенно не важно, что здесь было вот это 173, всегда, когда у вас есть выражение, вот некоторое число а, и, пусть его запись, кстати, может начинаться на 0, запись состоит из тех цифр, потом опять а, потом опять а, и так далее, и так далее, то это число ровно таким же образом. Получается, что равно а в числителе, а в знаменателе 10 в степени р минус 1. Поэтому, для того, чтобы разобраться с нашим вот этим утверждением, мы, во-первых, должны доказать такой фактор, что если число n взаимно просто с десяткой, если наибольший общий делитель n и 10 и 1 ну, кстати, это в любой степени чиселия, то есть можно вместо 10 поставить любое число больше единиц, натуральное, и в другом то же самое, вот, то существует такое r, для которого 10 в степени r минус 1 делится на n. Ну, а существует, например, в качестве r годится функция а или как число n. Доказательство существования, надеюсь, все помнят, единицы, 10, 100, 1000, надо все эти вот выписать, n плюс 1 число, значит, какие-то 2 дадут один и тот же остаток, их разность берем, выносим степень десятки и все получится. Таким образом, действительно, всегда найдется и значит, дробь со знаменателем n всегда может быть записана в виде чисто периодической натуры. Ну, давайте упражняемся. Скажем, что такое 23 99 как при помощи нашей науки написать число 23 99 минус 0,2,3,2,3,2,3,2,3 и так бесконечности. Хорошо. Как записать число 1234 4, деленное на 99999, тоже понятно, надо написать 0, после этого 2 0 1 2 1 4 в период. То есть как только вы видите подряд несколько девяток, то все без проблем вы записываете формулы. Хорошо, еще несколько примеров, совсем-совсем простые вещи пока идут, это 12 999, другими словами 4 333, что вот это такое, это 31 десятая плюс 1 десятая от числа 0 целых и дальше 3 в период, а вот это число это просто 3 девятых, а 3 девятых это 1 третья, отлично, значит получается 31 десятая плюс 1 тридцатая, но другими словами это то же самое, что 94 тридцатых, потому что это 93 плюс 1, то есть 0,47 тридцатых. Отлично, теперь здесь это будет 193 сотых плюс 1 сотая от 173 девятьсот девяносто девятых. Я же не буду приводить к общему знаменателю, смысл понятен. Мы легко можем любую периодическую дробь переделать в замечательную. Добавил субтитры подогнал «Симон»!